друзья всем привет меня зовут виталий гетманов в этом видео я вам покажу свои последние на данный момент книжные покупки потому что их уже под накопилось достаточно и мне хотелось бы уже вам рассказать о некоторых из них потому что вообще хотелось бы хотелось бы рассказать обо всех но просто некоторые из них я уже показывал в предыдущем видео и первая книга которая у меня здесь лежит это the will of time the eye of the world роберт жордан первая часть колеса времени на английском языке о камера и я ее вообще купил для того чтобы ее читала моя девушка и мне нравится принципе что здесь исполнит использовали кинообложку мне кстати интересно будет ли дальше продаваться книги на английском языке у нас в россии во всяком случае вот ближайшее время ближайшие полгода это вот не знаю но здесь по моему страниц поменьше чем в первой книге на русском языке поэтому видимо наши переводчики очень хорошо так постарались чтобы слишком художественно перевести вторая книга и третий и так далее это уже они пока без кинообложек они просто там какие-то другие обложки там пейзажи именно природы и так далее но я сам даже рад что книга у меня есть на английском языке потому что у меня есть 3 я покупал тоже третью немножко другом из оформлении но того же издательства ну не могла же моя девушка начинает читать с третьей книги поэтому вот дождались когда вышла первая на английском у нас в россии появилась и вот я ее и купил следующая книга это джоберг ромби море осколков пол короля я уже показывал по моему предыдущем ролике да или нет не помню но я ее купил это у меня получается новое переиздание потому что у меня есть старое издание в мягкой обложке есть вторая и третья книги а вот первая книга вот в том издании не было и в продаже она уже закончилась и тираж не допечатывали поэтому пришлось ждать по именно такое переиздание это именно авторская серия джоберг ромби в польском оформлении как вы знаете если знаете то джоберг ромби расторгает контракты с российскими издательствами с российскими издателями потому что издательство это одно эксмо по моему фану фан зон да ну все равно аиста эксмо там уже все в куче намешано поэтому я не знаю вторая книга уже есть обложка я вот ее здесь вам оставлю а вот насчет 3 я не знаю будут ли наши издатели ей сдавать потому что если но вы купили ли они успели выкупить права или нет не интересно это узнать если вы знаете то напишите потому что мне бы хотелось чтобы все-таки наконец мне трилогия была хотя бы в одном оформлении не так чтобы вот первая вторая в этом оформлении а вторая и третья в другом оформлении то есть получится у меня вторая книга в двух экземплярах а первая третье из разных оформлений не это не очень хочется поэтому я надеюсь что все таки на третью книгу издательство тоже выкупила права именно на вот такое оформление польская ну поживем увидим посмотрим подождем следующая книга этот триллер ссоры на своих трупа фамилия конечно ссорен свои струб каштановый человечек я купил ее в кинообложке потому что мне понравилось больше чем обложка которая издательства другая обложка есть но здесь конечно неприятная пометка netflix и так далее но мне заинтересовала аннотация здесь у нас действие происходит копенгагене и там находят тело убитой девушки причем убитые довольно жестоко и над ней висит каштановый над этим телом висит каштановый человечек вот такой сделанный спичек из каштанов на котором отпечатки пальцев другой девушки которая уже считается мертвой и убийца который признался что он сделал и он уже сидит в тюрьме поэтому мне меня заинтересовало в принципе как это будет развиваться этот сюжет ну и сериал может быть посмотрю потом если когда получится и будет ли желание может быть после прочтения не возникнет желание смотреть сериал время на это тратить но во всяком случае на книгу я потрачу время не знаю правда когда но посмотрим следующие две книги я вам уже показывал это тоже у нас фан-зон джелли кларк хозяева джинов и гай гаврил кей тигана такие вот и новиночки которые нам рассказывают о восточном мире но здесь у нас действие происходит в египте в каире а это выдуманный мир выдуманная страна к транзвать тигана которую поделили по моему два каких-то волшебника правителя и кто-то там из них пытается сделать так чтобы страну вообще стерли из памяти всех людей может быть я где-то она наврал вам в описании аннотации но я во всяком случае хочу взяться за эту книгу раньше чем за хозяева джина потому что это небольшая книжка и и в любом случае прочитаю довольно быстро вот на тигана придется потратить довольно много времени я думаю что поэтому возьму сначала за нее еще одна книга новинка кстати которая появилась совсем недавно я уже показывала в предыдущем ролике это у нас сессия скотт форестер лейтенант хорн блауэр первый том который называется рука судьбы здесь у нас собрано сразу несколько романов и рассказов посмотрите какой толстый томик здесь у нас больше тысячи страниц мне нравится здесь бумага азбука всегда радует и мне нравится как всегда шрифт он такой довольно средний небольшой и не мелкий единственное вот не переживая за корешок будет ли он там как-нибудь ездить не ездить отклеиваться не отклеиваться увидим по оглавлению у нас здесь роман рассказ роман рассказ роман роман краткий морской словарь таблицы перевода мер и послесловие здесь морские приключения как вы можете понять и кстати часто сравнивают с серией прострелка шарпа бернарда корнуэлла именно бернард корнуэлл вдохновился вот лейтенантом хорнблауэром этой истории и написал похожие приключения только не морские а наземные приключениях прострелка шарпа я хочу кстати взяться за эту книгу в этом году во всяком случае этот томик прочитать в первую очередь там уже по-моему есть у нас тоже анонс 2 томика посмотрим понравится мне не понравится затянет или нет я в любом случае ожидаю здесь довольно интересных приключений и надеюсь что это будет такое завлек увлекательное путешествие тэд уильямс сердце того что было утеряно это еще одна книга из светлого арда это у нас книга такая проходящая между первыми первой и второй трилогией то есть первой трилогии память скорпи шип в предыдущем переводе орден манускрипт и вторая трилогия последний король светлого арда но вот этот книга как между этими двумя трилогиями и помню есть еще одна книга которая тоже по идее должна быть между первыми двумя трилогиями она называться братья ветра я не знаю будут ли издавать наши и наше издательство или не будет посмотрим но этот роман кстати небольшой и у меня есть этот роман в предыдущем оформлении вот в серии как джоббер кромби раньше издавали в супер обложке серый этого патрика ротфуса самого тогда уильямса вот я оставлю себе вот эту а предыдущее издание все таки выставлено on hall и каким-то образом постараюсь отдать ее другие руки я еще не начинал читать орден манускрипта первых них называется трон из костей дракона но уже сделал предзаказ на второй и на второй роман скала прощания по-моему называется потому что я уже до этого купил и корону из ведьминого дерева и империю травы в общем я возлагаю тоже большие надежды на этот цикл такую классическое фэнтези неспешная неторопливая в чем-то похожее как говорят на джордана именно по неторопливости повествования сюжета на волосы лин колец в общем посмотрим в очередной раз говорю это слово потому что ну действительно я не знаю чего ожидать здесь кстати замечательные карты есть на форзацах это у нас как раз таки арт который изображен на предыдущем издании прямо на обложке под супер обложки все выглядит я хочу взяться за трон из костей дракона кстати уже вот в этом первом полугодии следующую книгу я тоже уже показывал это косинок брома новый роман четвертый роман в этом оформлении и наверное уже роман шестой в принципе который есть у брома здесь у нас естественно как всегда у джеральда брома и роман и иллюстрации которые он сам написал к этому роману потому что в первую очередь он все-таки художник и мне нравятся его романы хотя я не могу сказать что это мой любимый писатель но сейчас он покажет он мне авто покупаемый потому что у меня есть к нему доверие я знаю что мне понравится его романы здесь немножко такие вот стремные иллюстрации что у нас здесь под супер обложка интересно вот такой вот косинок походу изображен как я предполагаю здесь на действие происходит коннектикуте в семнадцатом веке это у нас абита девушка которая стала вдовой и там сюжет закручивается вокруг того что на ней висят долги после смерти мужа и она должна эти долги как-то вернуть либо ее продадут в рабство но ей к ней на помощь приходит этот вот самый косинок которого обычные люди называют дьяволом а лесной народ его называет отцом вот интересная такая затравка сюжета я больше ничего не знаю про это поэтому надеюсь что этот роман мне понравится на хотя бы так же как и предыдущие книги брома возлагают тоже большие надежды брендан сандерсон элантрис это у нас новинка от азбуки в принципе один из первых романов брендана сандерсона если не первый опубликованный изданный роман но на российском рынке сейчас вот именно в этом форме не это новинка он раньше издавался у нас под названием город богов по моему про сюжет я принципе вам практически ничего не могу сказать потому что я покупаю просто сандерсона тоже только потому что он у меня автопокупаемый автор я думаю что тоже вскоре возьмусь за эту книгу вроде бы она одиночная она пока внецикловая но если я ошибаюсь тоже меня поправьте пожалуйста я читал у сандерсона убийцу войн еще я читал устремленную в небо вот я видящую звезды пока еще не прочитал я читал легион у него до три книги таких легион мне он не понравился если честно убийца он пока что это любимая книга у сандерсона у меня а у устремлено в небо мне просто понравилось потому что это было для меня знакомство с фантастикой я думаю что тоже скоро возьмусь и за видящие звезды и за эландрис и за путь королей архива бурисвета потому что я хочу все таки уже взяться за сандерсона в этом году как можно скорее и как можно побольше прочитать все что смогу у него но в первую очередь это будет конечно же эландрис и видящие звезды и только потом путь королей а дальше посмотрим как пойдет еще одна новинка от издательства азбука это у нас дорога шамана робин хобб первая книга из трилогии сын солдата вот так это книга замечательно выглядит прекрасно обожаю как издают робин хобб единственное я не понимаю причем здесь драконы и на второй книге который называется лесной маг тоже изображен дракон но насколько я знаю драконы в этой трилогии вообще не встречать скорее всего это просто фишка именно вот это серийного оформления робин хобб чтобы везде были драконы я думаю что это с этим связано не знаю чего ожидать я пока это откладываю в долгий в долгий ящик потому что хочу сначала прочитать вселенную элдерлингов до конца в этом году я настроен читать именно сагу о живых кораблях сын солдата просто буду покупать и пока что на полочку откладывать следующая книга это тоже у нас издательство азбука это у нас джим батчер по-моему это уже третий том получается то у нас шестая и седьмая книги шестой и седьмой роман немножко мне здесь не совсем нравится что здесь как будто разную бумагу использовали или как-то поклеили они не очень хорошо здесь не будет вам наверное видно как это выглядит но оформление мне нравится в очередной раз мне также нравится сама серия да с переводом большие косяки но это такой тип развлекательной литературы которые особо тебя не напрягает быстренько читается и тебе при этом нравится поэтому ну на вкус и цвет конечно же есть кстати по моему уже тоже анонс четвертого тома но я пока воздержусь не буду покупать потому что я еще и первый ты не дочитал и я думаю что вот когда прочитаю второй том только тогда я куплю четвертый следующая книга это новинка доната каризи его роман я бездна честно скажу что я аннотацию не читал вообще не знаю о чем это и просто купил книгу потому что цена токаризи я все никак не могу взяться за него подсказчика это раз и во вторых не могу никак продолжить читать технологию про маркуса и сандру потому что в прошлом году я читал в дом голосов то отдельный роман в этом году буду читать я без на тоже отдельный роман то есть по новинкам в основном сейчас пошел книга такая же как и дом голосов небольшая здесь всего у нас 3070 страниц 380 большого шрифта с большими полями отступами и так далее поэтому эта книга тоже должна прочитаться довольно быстро по аннотации я могу вам конечно прочитать но я думаю что кому интересно уже сами знают эту аннотацию может быть кто-то уже успел прочитать раздать если прочитали напишите как вам так ли каэзи хорош как и раньше или уже немного скатывается потому что я еще не все у него прочитал и не могу точно сказать каков он сейчас тех романов которые я чипы уже у него читал мне он нравится безоговорочно предпоследняя книга это щегол доннет арт я очень долго смотрел на эту книгу давно хотел ее купить но не покупал потому что цена была постоянно кусачья и я ждал когда эта книга будет стоить ну хотя бы в районе 800 рублей потому что были конечно тогда момент когда она стоила это 600 с чем-то но тогда я не был заинтересован в том чтобы ее купить а сейчас дешевле тысячи вы практически нигде не найдете я давным-давно читал про аннотацию давайте здесь она небольшая здесь я прочитаю потому что в донатах аризе там большая длинная была аннотация я решил не буду ее зачитывать здесь кстати роман это не совсем большой 800 страниц и поэтому объем обманчивый тут кажется что больше тысячи давайте я вам прощаюсь сейчас аннотацию она небольшая может кто-то просто не знает и тоже раздумывает покупать или не покупать очнувшись после взрыва в музее тео деккер получать от убирающего старика кольцо и редкую картину с наказом вынести их из музея тео будет швырять по разным домам из семьям от нью-йоркских меценатов до старика краснодеревщика от дома в лас-вегасе до гостиничного номера в амстердаме а украденная картина станет и тем проклятием что утянет его на самое дно и той соломинкой которая поможет ему выбраться к свету 18 плюс обратите внимание я не знаю что у нас здесь такого что можно отнести к 18 плюс прочитаю узнай вообще купил потому что мне мама тоже еще год или два назад заговорила про эту книгу я гурда я знаю я слышал про эту книгу я сам подумывал о том чтобы ее купить и вот наконец я ее приобрел поэтому думаю что прочитаю ее потом сюда тоже маме прочитать спрошу ее мнение и когда буду рассказывать вам во-первых свое мнение расскажу и мамина мнение тоже вам скажу если он конечно это будет интересно и последняя книга я ее не распечатывал также как предыдущие но очень хотел потому что это вторая часть гарри поттера от издательства мина лима мы издательство сколастик вообще серия мина лима издает первая книга у меня издательство американская он наоборот британская блумсбери а это американская сколастик не с чем они отличаются вот по первой книге в британской как у меня название до философер stone философский камень а в американском издании the sorcerer stone волшебный камень они так перевели ну в авто в остальных частях название не меняется единственная корешок немножко другой сейчас я ее распечатываю надо только очень очень аккуратно это делать потому что книга дорогая и она в ограниченном тираже постоянно пропадает из продажи и мне кстати интересно будут ли дальше у нас поставлять эти книги учитывая все санкции которые сейчас на нас накладывают и на цепочки поставок которые постоянно сейчас срываются я надеюсь что роулинг не пойдет по стопам обер кромби стивена кинга нила геймана и не будет расторгать контракты с российскими издателями потому что все-таки гарри поттер это уже часть культуры именно мирового масштаба и часть литературы и в принципе кинематографа всякие тут как всегда у нас штучки вот эти вот декоративные плюс всякие дополнения ну обожаю мне очень нравится конечно детям такое не дашь в руки потому что не известно что они с этим сделают во что это все превратится если дать это детям руки я вам покажу поподробнее в отдельном отдельным кадром здесь как всегда всякие вкладыши всякие сюрпризы всякие дополнения всякие иллюстрации причем практически на каждой странице вот в таком оформлении я бы хотел читать гарри поттера впервые естественно но я думаю что каким-нибудь образом я соберу всю серию в этом издании у меня есть эти на английском вся серия в американском занят как у нас 1 мэн издавали в тех обложках и вот теперь хочу собрать вот в этом замечательном прекрасном иллюстрированном оформлении всю серию и потом уже спокойно как-нибудь выделить время на это и не торопясь все рассматривая читать возвращаться в этот прекрасный волшебный мир на этом у меня все друзья это все покупки на сегодняшний день у меня еще есть несколько предзаказов уже потому что неизвестно что будет происходить какие писатели будут расторгать контракты с российскими с российским книжным рынком а какие нет поэтому надо это иметь ввиду и плюс еще конечно да иметь ввиду что сейчас цены тоже на книги в очередной раз поднимутся но у меня на этом все друзья подписывайтесь на канал если понравилось ставьте лайки и пишите в комментариях что вы из этого читали и на что мне стоит в первую очередь обратить внимание на что вы советуете мне поскорее сделать отзыв может быть я прислушаюсь ладно все увидимся с вами в следующем видео я желаю вам добра любви мира светлого неба над головой и пусть как говорил дамблдор знаете вот счастье можно найти даже в самые темные времена если не забывать обращаться к свету давайте мы будем с вами обращаться к свету всем пока